Спасатели ежедневно сталкиваются с происшествиями различного формата и уровня сложности. И здесь одна из значимых ролей отведена технике. А значит, комплектование – дело непрерывное. Бобруйскому гарнизону передают три машины. Одна из новинок – автоцистерна. Производство отечественное. База – шасси МАЗ. Насосная установка позволяет подавать 40 литров воды в секунду. Вместимость резервуара с жидкостью – 5 тонн. Пенобака – 300 литров. Подается гнетущее вещество, в данном случае вода, на высоту в районе 10 этажа и дальность в районе 60-70 метров. Еще одна новинка – пожарная автолестница. Спецтехника произведена из современных материалов, которым не страшна коррозия. Максимальная высота выдвижной стрелы – 30 метров. Грузоподъемность – 180 килограммов. С помощью техники спасатели поднимаются на нужный этаж за считанные секунды. Эта техника нам нужна была на все 100%, так как она новая, шасси уже как бы усовершенствованы по сравнению с нашими старыми автомобилями, с зелами. Они настолько удобны, то есть при доставке личного состава все удобства, они прямо на месте находятся. Пока одни не нарадуются новинки, другие сражаются за звание лучших. Игорь Коновальчик участвует в турнире спасателей с момента его основания уже в 19-й раз. Второй этап – пожарный спорт. Упражнение требует выносливости, координации и командной слаженности. Огнеборец преодолевает дистанцию и поднимается на высоту за 17 секунд. Тяжеловато, конечно, уже годы немолодые, но сражаемся, все силы отдаем, все этапы. И волейбол, и штурмовая лестница, и футбол – все сложно. Но все сложнее и сложнее, потому что после каждого вида нагрузки все больше и больше, организм устает. Поэтому завтра еще будет сложнее. Подъем по штурмовке на четвертый этаж учебной башни – часть системы боевой подготовки. Длина пути – 32 метра. Вес лестницы без малого – 10 килограммов. Задание выполнено, когда ноги участника касаются пола четвертого этажа. Попытки даются две. В зачет идет лучшее время. Показываются довольно-таки неплохие результаты, особенно представители Российской Федерации. Пока после первой попытки это лучшее время – 13.90. Главное, чтобы не было травм. За кубок, напомним, сражаются 12 команд из Белоруссии и России. Новички – представители Калининграда. По итогам первого дня в волейболе побеждает Бобруйск-1. Второе место у спасателей из Нарафа-Минска. Третье занимают огнеборцы из Минской области. Уже в субботу стартуют соревнования по мини-футболу. В этот же день назовут имена лучших.